Добрый день, уважаемые подписчики! И в данном видео хотелось бы наконец-то расставить все точки над И в вечной путанице. Что же у нас такое есть плюс, минус, масса, земля и ноль, применительно к автомобилю, его проводке и устройству? Так вот, из сложившихся в электротехнике терминов, клемма автомобильного аккумулятора с большим потенциалом носит название положительный полюс и обозначается знаком плюс. А клемма с меньшим потенциалом называется отрицательный полюс и обозначается знаком минус. Эти термины устоялись и применяются повсеместно. Для силовых проводов клемма аккумулятора применяют в основном, но не обязательно, красный цвет для положительных и черный для отрицательных. Проводники же других цепей автомобиля практически невозможно отнести к какой-либо полярности, поскольку их потенциал может иметь разные значения в разные моменты времени. К примеру, даже провода, используемые для питания какой-либо цепи в связи с техническими особенностями строения проводки автомобиля, в разохнутой цепи через потребитель могут иметь нулевой потенциал. Этот эффект, например, используют некоторые автолюбители для самостоятельного подключения светодиодных ходовых огней или реле для коммутации каких-либо переделок электрики. Также на цвет провода, как на источник информации о полярности напряжения, ориентироваться не стоит. Положительную клемму аккумулятора зачастую маркируют красным цветом. Также она немного большего диаметра по сравнению с отрицательной клеммой. Отрицательную клемму либо не маркируют цветом вообще, либо используют черный или синий цвет. Все мы привыкли говорить, что на клеммах аккумулятора у нас плюс и минус. Но это не совсем так. Как же это понимать? Для понимания этого необходимо прежде всего разъяснить вопрос, что же такое электрическое напряжение. Простым языком это разность потенциалов между двумя точками. В международной системе Си эту разность признато измерять в вольтах. То есть, если потенциал одной точки выше потенциала другой точки на 12 вольт, значит между этими точками присутствует напряжение в 12 вольт. Из этого следует, что важна лишь разница потенциалов, а не их величина. Правильным же будет считать, что на клемме потенциал, который выше, присутствует плюс 12 вольт. А клемма с более низким потенциалом является нулем, то есть опорным потенциалом, относительно которого и производится все замеры напряжения в бортовой сети автомобиля. В автомобилестроении исторически сложилось использовать в качестве общего обратного проводника металлический кузов автомобиля. Так удобнее при монтаже проводки, а также удешевляет и упрощает ее производство. В электротехнике такой общий для всех электрических контуров обратный провод принято называть массой, что также применимо и к автомобилям. Теперь давайте разберемся с термином земля или граунд. Он применяется в электронике, электротехнике, а также в основном в сетях переменного тока и обозначает узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль. На практике чаще всего за землю принимает один из выводов источника однополярного питания, к которым также относится и автомобильный аккумулятор. При однополярном источнике обычно землю считают его отрицательный вывод. Подведем итог. Клемму аккумулятора с большим потенциалом правильным будет называть положительный полюс или положительная клемма, с меньшим – отрицательный полюс или отрицательная клемма. Положительная клемма маркируется красным цветом и немного больше по размеру, чем отрицательная. Отрицательная не маркируется вообще, либо маркируется синим или черным цветом. В разговорном же языке обычно применяется выражение плюс и минус аккумулятора. К проводникам проводки автомобиля термины, обозначающие их полярность, не совсем применимы. Единственным проводником, который можно назвать массой или нулем, можно считать кузов автомобиля. К нему также применим термин «земля», но на практике он не используется. Ребята, кому данное видео было полезным, ставьте лайк, это поможет мне чувствовать вашу благодарность. Чтобы не пропустить новые интересные видео, нажимайте подписаться и колокольчик. Всем спасибо.